У нас всегда было понимание с ним, великолепное понимание. Во всех городах России, поскольку я знаю столичные города России, всегда были конфликты между мэром столичного города и губернатором. Они были как-то по-своему обоснованы. Но я понимал, и он понимал по своей культуре, что любой вопрос, который у нас возникает, это вопрос жизни города, жизни людей. Мы всегда старались искать понимание и находить ответ на этот вопрос, не устраивая никаких конфликтов. Многое мы не понимали, как поступать, как в той или иной ситуации, какие решения принимать. И Валерий Михайлович всегда спокойно, взвешенно принимал и находил те решения, которые позволяли нашему огромному, мощному Красноярскому краю не проваливаться в том или ином направлении. Он книги, когда мне дарил, как правило, примерно такая была запись. Пащенко Олегу Анатольевичу, человеку с твердой позицией, а человека, не вполне разделяющего эти позиции, но зато уважающего, без зубов. Ну что скажете, все, руку жал и прочее. Поэтому вечная память. Он мог долго обсуждать решения, он собирал разных людей, он спрашивал мнения разных людей. И даже приняв решение, он мог потом признать ошибку. И это очень редкое свойство. Свойство, вообще говоря, ученого и интеллигента, попавшего во власть. Вот это, конечно, отличительная черта для управления Зубова. Валерий Михайлович Зубов оказался единственным депутатом Государственной Думы, за голосование которого в последние годы было не стыдно. Он всегда голосовал, не как скажет партия, а как он действительно думал. И он всегда говорил так, как он считал нужным, а не так, как считает партия и правительство. И как он был ярким губернатором, одним из самых ярких, так же он и был одним из самых ярких, запоминающихся, и самое главное, независимых депутатов Государственной Думы. Субтитры подогнал «Симон»